Я прочитаю сказку по мотивам фольклора народа в Камчатке, которую написала Марина Бабанская. Называется она сказка о храбром богатыре Узоне и его возлюбленной Наюн. Долго кружил Узон над землей. Много племен повидал он и много девушек повстречал в ту весну. Одна не похожа на другую, каждая по-своему хороша. Повстречал Узон внучку лесного шамана, скромную Мечея. Была она тиха, как горная речка подо льдом. Девушка трудилась от зари до зари, напевая простую и чистую мелодию, которую Узон никогда раньше не слышал. Побывал богатырь на стоянке выносливых и бесстрашных кочевников. Там увидел он тонкую, гибкую, как веточка ивы, амалё. По вечерам она танцевала у костра, и лес замирал, пока звучала музыка, а девушка кружилась в магическом танце, в славе добрых духов земли Кудха. Погостив немного у кочевников, Узон снова обернулся белым лебедем и полетел на самый край земли, где начинался океан. Там, на границе воды и суши, уже много лет жили рыбаки. Смелыми и сильными были эти люди. Их стойбище ближе других располагались к долине злых духов. Но не боялись рыбаки ни кусачьих морских ветров, ни слепого гнева Нинвита. От океанской воды и тяжелой работы кожа их была солона, руки пахли рыбой, а в темных жестких волосах застревал дым домашнего костра. По утра мужчины уходили в океан. Маленькие рыбацкие лодки, спотыкаясь о ребристые волны, уносили их к самому горизонту, откуда и лодки, и люди в них казались совсем крошечными. Тогда сыновья рыбаков подходили к воде и, сощурив глаза, ждали, когда их отцы снова станут большими. На топленных ярангах оставались женщины и старики, чьи глаза ослепли от соленых ветров, а руки обессилели от тяжести прожитых лет. На прибрежных валунах дети рисовали угольками рыбаков в лодках, китов, выпускающих в небо фонтана океанской воды, и стремительные стада оленей. Шаман племени рыбаков, старый там-там, пел негасимому огню, прося у добрых духов попутного ветра и богатого улова. Так и проживали рыбаки свою жизнь. Работали до ломоты в костях, танцевали под ночным небом, смотрели в неугомонный океан и на негасимый огонь, надеясь на их милость и защиту. Узон весь день наблюдал за людской суетой на берегу, пока не провалился в сон. Утром, когда солнце еще только просыпалось за восточными сопками, богатыря разбудили чьи-то шаги по большим каменным валунам, ведущим к океану. Узон открыл глаза и увидел девушку, которая осторожно ступая по скользким камням, приближалась к нему. Оказавшись у самой кромки воды, девушка принялась что-то искать. Иногда она брала в руки разноцветные камни и ракушки, поблескивающие на влажном черном песке. Девушка придирчиво рассматривала свою находку, но каждый раз разочарованная бросала ее обратно на песок и продолжала свои поиски. Удивленный и встревоженный появлением незнакомки, Узон поспешил спрятаться за ствол поваленного дерева и, затаив дыхание, стал наблюдать за ней. Она была красива, как сама Камчатка. Легкая и светлая, будто солнечный луч, неслышно скользила она по земле. Каждый порыв ветра, блик солнца на черных, как крыло Кутха, волосах что-то меняли в ее облике, и всякая перемена была ей к лицу. Она тихо напевала утреннюю песню, звонкую и чистую. Что-то внутри Узона взволновалось при звуках этой музыки. Он никогда не слышал ее раньше, но сейчас ему казалось, что он знал эту мелодию всегда, и что, может быть, это он сам сочинил ее, только не мог вспомнить, когда. Пораженный этим новым непонятным ему чувством, Узон замер в своем укрытии. Как вдруг над океаном поднялся высокий водяной фонтан, и из воды показался огромный синий кит. Он был величиною с целый остров, на котором можно было бы посадить лиственничный лес и весь день пасти ста дорогатых оленей. Кит выпустил на землю струю ледяной океанской воды, распугав прикорнувших на скале чаек. Шумно крича, те разлетелись в рассыпную, оставив после себя вихри перьев, которые мягко оседали теперь на черный песок. «Омки, это ты! Доброе утро, Омки!» Девушка помахала рукой к киту. «Доброе утро, Наюн!» – прогудел кит. И в ответ выпустил в небо такой высокий фонтан прозрачной воды, что достал им до самого неба, и намочил посапывавшие в утренней полудреме пушистые и неповоротливые облака. Те испуганно разбежались по небу в разные концы света, выжимая из мокрых подолов утренние дожди. «Наюн! Ее зовут Наюн!» – прошептал Узон, сидя в своем укрытии. «Я никогда не встречал девушки с таким красивым именем!» «Как хорошо, что ты здесь, Омки! Мне так нужна твоя помощь!» – взволнованно заговорила девушка со своим другом. «Что случилось, Наюн?» «Настал день девичьего гадания. Каждая девушка должна найти свой анапель – камень, который предскажет ее судьбу. Нужно, чтобы он был особенным и предсказывал доброе будущее. Я обошла весь берег, но не смогла найти свой камень. Может, мой анапель затерялся где-то на дне океана? Давай-ка посмотрим, что у нас есть!» Омки на секунду задумался и, сверкнув огромным блестящим хвостом, исчез в прозрачной воде. Наюн замерла в ожидании. Над головой пролетела крикливая чайка. Мелкие рыбешки, блестя на солнце чешуей, выпрыгивали из воды и снова исчезали в гребешках вол. Наюн не сводила глаз с воды. Наконец, Омки снова показался на поверхности. И, выпустив в небо фонтан чистой блестящей воды, осыпал берег разноцветными камушками, собранными на океанском дне. «Отыщи среди них тот, что придется тебе по душе, Наюн, и пусть он предскажет тебе только самые добрые дни», – сказал Омки и снова исчез в океанских волнах. Наюн осталась одна на усыпанных камнями берегу. Золотые, голубые, зеленые – они сверкали и переливались в косых лучах солнца. Растерянная девушка смотрела на них, не знаю, какой же выбрать. Какого цвета суждено быть ее судьбе? Помешков немного, Наюн наклонилась и поднялась в черного песка небольшой круглый камушек, синего, как погожее небо цвета. «Какой красивый!» – сказала Наюн, стряхивая с камня черной крошки липкого песка. «Будь моим инопелем, пожалуйста», – прошептала девушка. «Будь моей доброй судьбой!» С этими словами она достала из кармана толстую шерстяную нитку и, перевязав ею камушек, тихонько спросила. «Откуда ждать мне счастья, Анапель?» Держа веревку за другой конец, она опустила подвешенный камень и принялась смотреть, в какую сторону он начнет раскачиваться. Но вдруг круглый камушек выпал из веревочного узелка и покатился прочь. «Куда же ты?» – крикнула Наюн и побежала за камушком, который катился теперь по черному песку в сторону поваленного дерева. Ударившись о ломкую древесную кору, Анапель остановился. Подбежав к дереву, Наюн протянула руку за камнем, но вдруг увидела синие, как ее Анапель, глаза незнакомого юноши. «Здравствуй, Наюн!» – только и смог произнести смущенный узон. Но девушка не ответила. Вскрикнув, она бросилась бежать и вскоре скрылась за зарослями кедрового сланника. На берегу стало совсем тихо, только шумел океан на волноломе. Узон не мог поверить в случившееся. Он как будто увидел тысячу падающих с неба звезд. В лицо дул согревающийся на солнце весенний ветер. Сверкали под ногами камни, невыбранные Наюн. Камни, хранящие в себе будущее других девушек. Узон стоял не в силах сдвинуться с места и не сводил глаз с медленно исчезающих на песке следов Наюн. В ушах богатыря все еще звучала ее утренняя песня. У его ног полупрозрачной синевой сверкала Напель. В тот день узон полюбил. Так было предсказано камнем, выбранным Наюн. И только Напель знал, что случится дальше. Наюн жила в стойбище рыбаков и была внучкой шамана Тамтама. Давно не рождалась среди людей такой красавицы. Ладная, стройная, она вся светилась каким-то особенным светом, согревающим окружающих. Была она добра и скромна. Любого пожалеет, каждому поможет. К ней беспокойные важенки приводили захворавших оленят. В месяц студенных ветров евражки прибегали в ее ирангу погреть окоченевшие лапки. Много жеников приходило свататься к Наюн. Хотели забрать ее с собой отважные кочевники и лесные охотники. Были среди них и красавцы, и смельчаки. Но никому не давала Наюн своего согласия. Не хотела она становиться женой своего соплеменника, красавца Инхива, который давно заприметил ее. Он жил один, на самом краю стойбища. И не знали еще ни берег, ни океан человека более гордого, чем этот юноша. Надменно и важно шагал он по земле, не замечая ничего под ногами. Всегда следовала за ним по пятам его верная собака, одноглазая Кэле. Инхив был высок, широк в плечах. И у него одного во всем стойбище были зеленые глаза, которые блестели холодным блеском, будто рыбья чешуя. Все непросватанные девушки рыбацкого племени тосковали по этим необычным глазам. Что-то и манило, и пугало их в ледяном взгляде парня. Инхив был удачливым рыбаком. Он всегда возвращался на берег самым богатым уловом. В его сетях оказывалось больше рыбы, чем он мог съесть. Но никогда и ни с кем не делился Инхив, ни одной даже самой тощей рыбешкой. Пропадал понапрасну улов в его жадных сетях. За это не любили его старики племени. Всякий раз, когда собирался Инхив забросить сети в воду, они кричали ему. «Эй, не вылавливай из океана всю рыбу, внукам оставь!» «Не без вас разберусь! Вы лучше за своими сетями поглядывайте!» Огрызался Инхив в ответ. И невыбранная рыба снова гнила в его сетях. Привыкший побеждать, он стремился во что бы то ни стало поймать в своей сети самую красивую и неприступную девушку-стойбище. Но избегала на юн красавца Инхива. Ее пугали его холодность и колючий недобрый взгляд. Там-там тоже относился к нему с опаской. «На Инхива даже огонь дымит, когда он в Ярангу входит!» Говорил про него старый шаман и предостерегал внучку. «Запомни на юн!» «Красота без доброты – не красота, а уловка злых духов!» «Пойдешь за ней, заблудишься и пропадешь!» «Смотрит Инхив на воду, да океана не видит, все на себя любуется!» «Сердце его пусто, как в морской раковине!» «Дождись того внучка, кто, увидев красивый цветок, не сорвет его, но восхитится им и укроет его от ветра!» Так говорил своей на юн мудрый шаман. «Время шло. Солнце вставало за восточными сопками и неторопливо скатывалось за океан. Сменяли друг друга дожди и метели. Один за другим уходили по дороге предков старые рыбаки. С криком врывались в мир людей новорожденные. Не угасая, жил огонь в рыбацких Ярангах. На юн каждый день ходила на берег океана, играла со своим другом Омки, пела ветру протяжные песни и кого-то ждала. После случайной встречи с незнакомцем на юн весь день не находила себе места. Взволнованная кружила она по Яранге, пытаясь занять себя домашней работой, но все валилось из дрожащих рук. Гулка била сердце и кружилась голова от множества вопросов. Что означает это гадание? Зачем укатилась она пель? И что же теперь будет? Вдруг заискрился и заволновался домашний огонь. Огонь затрещал, гостей пообещал, промолвил там-там, хитро поглядывая на на юн. Кто-то спешит к нам. Ставь на стол три чашки, внученька. Девушка вспыхнула. Кажется, она догадалась, кто мог навестить сегодня к Ярангу. Но ничего не сказала там-таму. На юн спустилась по грибок за кувшином оленевого молока и поставила на низенький стол три глиняные чашки, как велел там-там. Вдруг по столешнице пробежал луч солнечного света. Кто-то откинул полок Яранге. На юн обернулась и увидела незнакомца с берега. В руках его мерцало переливался на утреннем солнце ее анапель. «Проходи, гость, к огню. Выпей молока с нами!» Выпустив облако сизого дыма, прохрепел из темного угла старый шаман. Через мгновение он вышел на свет и опустился на пол перед низким столиком, жестом приглашая гостя присесть рядом. Узон прошел внутрь Яранги, сел около старика и отпил из маленькой чашки молока. Оно оказалось прохладным и терпким на вкус. «Что ж, странник, расскажи нам, кто ты и зачем пришел в наше стойбище?» Узкие тонущие в морщинах глаза старика внимательно смотрели на богатыря. Меня зовут Узон, и я дух, оберегающий землю куткой. Я прилетел на ваш берег с высокой сопки, где нет ни птиц, ни зверей, ни людей. Долго скитался я по земле, много племен повстречал на своем пути, много порядков увидел, много красоты. Но сегодня утром на берегу океана я услышал песню «Наюн» «И теперь не могу лететь дальше. Отдай за меня свою внучку, мудрый шаман. Нет мне дороги домой, потому что нет там Наюн». Сказав это, Узон протянул Наюн ее камень судьбы, позабытый утром на берегу. Девушка осторожно взяла сверкающая напиль в широкой ладони Узона и спрятала в глубокий карман своей кухлянки. Старик Там-Там покачал головой. «Я рад, что дожил до встречи с тобой, Узон. До последних дней буду благодарить тебя за доброту к человеку и бесстрашное сердце. Нет выше награды для нас, чем принять тебя в наше племя. Но предки завещали нам иные порядки, Узон. Порядки эти едины и для простого рыбака, и для доброго хранителя земли Кудха. Я не могу не волить Ньюн. Она сама вправе решать, делит ли с тобой шатер Яранги, тепло домашнего огня и жизнь со всеми ее радостями и печалями. Но прежде чем она сделает свой выбор, мы должны узнать друг друга Узон. А потому оставайся с нами. Время и труд все расскажут нам друг о друге». Так Узон остался жить в Яранге старого шамана и красавицы Ньюн. Вместе с рыбаками просыпался он, когда с неба скатывались последние звезды и уходил в океан. Лечил захворавших оленей, чинил прохудившиеся лодки, пел с людьми их песни и молился великому Кудху о хорошей погоде и богатом улове. Месяц сталой воды сменился первым летним месяцем. За ним подоспел и второй. Полюбил Узон свою новую жизнь на берегу океана, а люди всем сердцем привязались к богатырю. Лишь надменный инхип смотрел на него враждебно. «Как смеет этот чужак претендовать на Ньюн? Она будет принадлежать мне, а он пусть идет туда, откуда явился!» Сидел сквозь зубы Багрова от злости инхип. Подобно лаве шипела в его венах кровь. Глухо рычала в сторону Узона недоброе коле и горел ядовитым желтым светом ее единственный глаз. Ньюн же была счастлива. Все больше узнавала она сердце и нрав богатыря, который оказался ей ближе и милее всех соплеменников. В тот день, когда пришел на океанский берег месяц золотых листьев, на полянах высыпали горошины сладкой голубики и на океан вернулись прохладные ветра, там-там подозвал к себе Узона. «Что ж, Узон, наши предки не велят больше задерживать тебя среди нас. Мы увидели, что доброта твоего сердца подобна океану. Она не знает дна и не ведает страха. Ты трудолюбив и честен. Мы полюбили тебя, как родного брата. Но полюбила ли тебя Ньюн, может сказать только она сама. Чтобы узнать ее ответ, завтра тебе предстоит пройти последнее и самое главное испытание. Испытание, против которого даже самый могучий богатырь может оказаться бессильным». «Что ж мне надо будет сделать?» спросил растерянный Узон. «Не торопи время, Узон. Не торопи время, Узон. Она и без того бежит быстрее всех. Завтра ты все узнаешь». Богатырь послушался шамана и покорно пошел спать. Никогда еще не сталкивался с испытанием, в котором сила и ловкость бесполезны. На следующий день, когда вернулись мужчины с океана, а на дальние сопки опустились синие сумерки, в племени рыбаков разожгли большой костер. Мамушка Кика, суетливая, как лесная куропатка-толстушка, принесла с собой охапку ивовых прутьев и принялась раздавать их соплеменникам. Все больше и больше людей собиралось у огня. Сын мамушки Кики, с муглой кеней, ритмично бил в бубен, возвещая наступление волшебного вечера. Наконец, у огня показался там-там. Старик вел за руку смущенного узона и нарядную разрумянившуюся на юну. С их появлением людские голоса и звуки бубна смолкли. Все повернулись к шаману и приготовились слушать его. Окинув собравшихся неторопливым взглядом, старый там-там обратился к людям. «Приветствую вас, соплеменники! Сегодня в нашем стойбище большой день. Наши предки смотрят на нас сверху, а духи воды, земли и леса летают вокруг нас и хотят знать, соединятся ли сегодня две судьбы в одну». Наю напустила глаза. Она одна в целом свете знала ответ на вопрос там-тама. Шаман повернулся к узону. «Узон, несколько лун ты пробыл вместе с нами. Ты был нам верным другом и добрым братом. Сегодня тебе осталось пройти последнее испытание. Когда Киней даст сигнал, Наюн побежит в свою Ирангу. Тебе останется только догнать ее. И если она дождется тебя, то ваш союз благословят все звезды на небе и все духи на земле. Если же не найдешь ты никого в девичьей обители, то можешь сейчас же возвращаться туда, откуда прилетел к нам. Твое счастье ждет тебя на другом берегу». Сказав так, там-там отпустил руки Узона и Наюн и в легком поклоне отступил назад. «Какое странное испытание!» – подумал Узон. «Ведь я догоню Наюн раньше, чем она успеет добежать до Иранги, и ей не придется ждать меня». Снова зазвучал губен, возвещая начале древнего свадебного обряда. Все мужчины племени рыбаков во все времена проходили через это испытание. Сегодня настал черед Узона узнать, любит ли его Наюн. Готова ли она подождать его сегодня и остаться с ним на всю жизнь? Все сильнее и сильнее бил бубен Кеней, чуть погодя Кеней запел. Сначала он пел в полголоса, но мало-помалу все громче становилась его песня, все смелее. Остальные подпевали ему. Берег наполнился десятками женских и мужских голосов. Заволновался огонь. Но вдруг песня умолкла. Музыка оборвалась. И Наюн, исполняя древний обряд землекутка, бросилась бежать прочь, как убегали когда-то все женщины, живущие на этом берегу до нее. Убегали для того, чтобы быть пойманными своими возлюбленными. Узон пустился за ней в погоню, но вдруг кто-то подставил ему подножку, и богатырь упал на землю. «Зачем они это сделали?» – неудумевал Узон. Его окружила толпа смеющихся людей. «Что разлегся, богатырь? Или передумал жениться?» – весело крикнула мамушка Кика. «Поднимайся, а то Наюн состарится, пока ты доберешься до нее». Узон поднялся и попробовал продолжить погоню, но окружавшие его люди всячески мешали ему пройти. Они хлестали его ивовыми прутиками, хватали и дергали за волосы. Вдруг кто-то силой схватил его за ноги, и он снова упал. Наюн уже давно скрылась из виду. «Зачем вы мешаете мне догнать Наюн?» – наконец спросил ничего не понимающий Узон. «Мы не мешаем тебе, Узон. Мы даем время Наюн», – улыбаясь сказала мамушка Кика. «Ну же, поднимайся скорее». «Они хотят, чтобы я сдался. Они хотят, чтобы Наюн смогла убежать, если не хочет быть пойманной», – понял Узон, глядя на смеющиеся лица вокруг него. Осененный этой догадкой, богатырь решительно вскочил на ноги, бросился бежать. На сей раз никто не смог остановить его. Он не чувствовал хлестких ударов ивовых фрутьев по спине и легко перелетал через все препятствия. Выбежав из людской толпы, Узон со всех ног помчался к Наюн. Дождется ли она его? Против ее нелюбви он бессилен, как бы быстро не бежал. Что же это такое, любовь? В чем ее секрет, гадал Узон? Можно искать любовь, бежать к ней, сломя голову, преодолевать все испытания, сворачивать горы, каждую ночь пастухом гнать к ее берегам все звезды, какие только водятся на небе, а ей все будет мало. Не тем любовь питается, не того она ищет. Что же остается делать? Всего лишь быть собою, не прятаться на одинокой сопке и петь свою песню. И, быть может, тогда найдется тот, кто захочет остаться рядом, чтобы слушать эту песню каждый день. Он укроет от ветра и согреет поющего, лишь бы не замолкала эта волшебная песня. Узон приближался к Еранге Наюн. Осталось сделать всего несколько шагов, как вдруг на его пути показалась Келе. Желтый глаз светился ядовитым светом. Собака рычала и шипела на богатыря, преграждая ему проход к Еранге. Отойди, недобрая, решительно приказал Узон. Келе не думала отступать. Зарычав, она бросилась на богатыря. Но сегодня все звезды благоволели Узону. Он отбросил собаку далеко в заросли кедрового сланника. Оттуда та, скуля от бесконечных уколов кедровых иголок, до самого утра добиралась к дому своего хозяина. Наконец, Узон добежал до заветной Еранге. Волнуясь, он откинул полок, и глаза его встретились с горящими глазами Наюн. Точь в точь, как в то утро, когда случайно повстречались они на берегу океана. «Ты здесь!» – взволнованный Узон не верил своим глазам. «Ты дождалась меня! Кажется, я бежал к тебе целую вечность!» «Ты ровно столько и бежал, Узон, а я ждала тебя всегда, еще задолго до сегодняшнего дня». На середину неба выкатилась полная, как мамушка Кика, луна. Океан почернел, будто кто-то из рыбацких детей разукрасил его кусочками уголька. «Теперь они женаты», – со двазаметной улыбкой сказал шаман Там-Там. Узон преодолел последние испытания. Толпа ликовала, люди плясали вокруг костра до последних звезд. Лишь к утру рыбаки разбрелись по своим жилищам, и на берегу океана снова стало тихо. Только в двух херангах не сомкнули глаз в ту ночь. Старый шаман еще долго глядел на огонь, умывался струями его дыма и готовился к скорому прощанию с единственной внучкой. На другом краю стойбища не спал оскорбленный Инхив. В ярости насылал он проклятие на Наюн, которое выбрало какого-то чужака вместо него, лучшего рыбака племени. «Погоди, Наюн, все равно я тебя поймаю», – шипел Инхив в тишину ночи. сверкая холодными глазами на неподвижную луну через приоткрытый полок. Луна молча глядела на него в ответ и рисовала на черной воде океана неровную ленту лунной дорожки, которая соединяла мир людей с мирядами звезд, стаями хвостатых комет и россыпью Млечного Пути. На следующее утро пришла пора Наюн лететь со своим мужем на его сопку. Долго прощалась она с дедом. Тот гладил внучку по волосам и нашептывал Евсимичка доброе будущее. «Пусть насыплет тебе небо на ладонью пригоршню счастливых дней. Не просыпь ни одного, внучка. Каждым любуйся, каждый цени», – шептал шаман и прятал в морщинах соленые прозрачные слезы. «Что может сделать старость, когда молодость спускается в дорогу? Только улыбнуться вслед и помахать рукой на удачу». Горько плакала Наюн на груди Тамтама. Еще никогда не покидала она своего жилища и не расставалась с ним. «Ну-ну, не плачь, так внученька», – утешал ее старик. «Жива тоска у молодых, пока слезы текут по щекам. А высохнут слезы, и развеется тоска. Никогда не грусти, Наюн. Помни, что печаль и радость рука об руку бегут к человеку наперегонки. Они бы и рады разбежаться прочь друг от друга, но никакому богатырю не разбить их у рукопожатие. То печаль на шаг впереди радости, то радость вырвется вперед и высколезнет из объятий печали. Всегда по очереди приходят они к человеку, не забывая об этом, внученька. Обернувшись белым лебедем, Узон посадил Наюн себе на спину и взлетел высоко в небо. Он немного покружил над рыбацким стойбищем, а затем медленно полетел в сторону своей сопки. Еще долго старый шаман, соощурившись, смотрел, как летит по небу прекрасный лебедь, унося на спине его маленькую Наюн. Все дальше и дальше отдалялся Узон от стойбища рыбаков. Наюн, крепко прижавшись к нему, не отрываясь, смотрел на Тамтама, застывшего с поднятой головой, на берегу океана. Все меньше и меньше делалась его фигура. Наконец, шаман превратился в черную точку на берегу, а еще спустя мгновение исчез за гребнем лиственничного леса. Только теперь Наюн посмотрела вперед. Перед ее глазами мелькали золотые кроны каменных берез, застывших в танце, будто заколдованные девушки. Наюн видела бархатное покрывало мха, усыпанное красными родинками созревшей клюквы. Пробежала мимо стада оленей. Молодые облака, уцепившись за ветвистые рога, садились на их спины, и хохоча уносились прочь вместе со стадом. Отдыхали у озер медведица с медвежатами. Вдалеке чужие племена жгли костры и с тонкими струйками дыма посылали в небеса свои мольбы и молитвы. Вдруг земля побледнела. Клуши и скучнее стали ее цвета. У зоны Наюн пролетали совсем рядом с огромным черным облаком пепла, которое мрачным шатром нависало над страной злых духов. Сквозь кубы серого дыма чернели выпачканные всажив вулканы. Наюн даже слышала, как бурлит кипящая лава в котлах огнедышащих гор. Оставив царство злых духов позади, узон начал снижаться. Впереди показалась его одинокая сопка. Солнце, скатываясь за горизонт, ласково поглаживало ее по хребту. Вот мы и дома, Наюн. Коснувшись земли, узон сложил лебединые крылья и принял свой прежний облик. Наюна смотрелась. Удивительная тишина стояла кругом. Не бьются о берег волны океана, не летают в небе птицы, не звенят колокольчики оленей и детские голоса. Тогда сказала Наюну зону, что ж, мой добрый муж, пришла пора зажечь огонь жизни на этой сопке и согреть ее. Пусть это место станет не только нашим домом, но и домом для птиц и зверей. Пусть медведицы будут расти для своих медвежат, а белые лебеди набираться сил перед далекими путешествиями. Пусть будет так, Наюн, только помни об одном. Нельзя, чтобы люди узнали про это место и пришли сюда. По человечьим следам доберутся до нашей сопки злые духи, разрушат ее, и тогда я не смогу одолеть их. Если погибнет сопка, погибну и я. Навсегда запомнила эти слова молодая жена и пообещала беречь тайну узона. Ночью Наюн развела огонь в очаге и растеклось по сопке тепло. Она исполнила свое намерение и окутала новый дом теплотой и заботой. Вскоре покрылась макушка горы порослью спелой голубики. Медведицы приводили сюда медвежат полакомиться ягодами перед долгой зимней спячкой. Зашуршали в траве и вражки, а по утрам на безоблачном небе появлялась белая радуга. Тогда на нее, как на жердочку, слетались птицы и пели обитателям сопки свои самые лучшие песни. Со всех концов света на сопку прилетали ветра и приносили молотым известия из далеких стран. Песни пастухов, сказки, подслушанные у детских люлек, сплетни и небылицы, что разносят по миру болтливые старухи. На небольшой поляне, заросшей каменными березами и золотым папоротником, узон построил теплую ярангу для зимовки. Хорошо жилось влюбленном на далекой сопке. Много работали они днем, а по вечерам пели и танцевали у домашнего огня. Когда пришла пора снегов, узон катал свою на юн на быстрых нартах-салазках. Розовощокая и счастливая, она заливисто смеялась, и от ее смеха таяли льдинки на березовых ветвях. И не было тогда пары счастливее, чем узон и на юн. Снежная пурга заметает вчерашние дни, как лиса заметает свои следы. Прошла еще одна зима на земле кутка. Будто и не было ее. Неторопливо приближалась к сопке весенняя пора. Никогда еще узон не был так могуч, как теперь. Богатырь наполнился силой, как после дождя наполняются водой высохшие реки. Он готов был сразиться с любым духом, замышляющим недоброе. Но на юн отчего-то ходила задумчивая и тихая. Не улыбалась она утренним песням птиц, поющих на белой радуге. Не радовалась прилетевшим ветрам, чьи карманы были набиты пастушьими песнями и волшебными сказками со всего света. Узон встревожился. Не заболела ли его любимая? Однажды утром он спросил ее, «Что с тобой, моя хорошая? Отчего ты сама не своя? Какая тоска тебя точит?» «Мне часто снится дедушка», разливая в чашки чая, ответила на юн. Вот и прошлой ночью приснился. Он был совсем один в снежной пустыне. Северный ветер бил его по щекам холодными ладонями и засыпал снегом. Дедушка звал меня к себе. «Отпусти меня к нему, мой любимый. Мне бы только увидеть его да убедиться, что он здоров». Задумался Узон над просьбой жены. Опасно было оставлять сопку и пускаться в путь. Злые духи скоро проснутся после зимней спячки и снова погонят олени и сотрясать землю. Весь день ходил богатырь задумчивым, а вечером сказал жене такие слова. «Не могу я тебя не волить, Наюн. Поскорее тебе надо попасть на родной берег. Только так мы победим твою тоску. Но путь к океану не легок, а я с тобой пойти не могу». Вот-вот зашумят злые духи в долине огнедышащих гор. «Но не бойся ничего, моя милая. Я проложу для тебя дорогу до самого берега, ровную, как ленты бисера в твоих волосах. Ты пойдешь по ней, никуда не сворачивая и не оглядываясь, а к вечеру услышишь шум океанских волн и увидишь родную Ярангу». Наюн засияла от радости. «Спасибо тебе, мой добрый Узон. Я оставлю тебя совсем ненадолго. Не успеет потухнуть огонь в нашей Яранге, как я вернусь и подброшу в него новых поленьев», говорила Наюн, обнимая мужа. Как не горько было Узону отпускать жену от себя, он сдержал свое слово. Подойдя к краю сопки, Узон могучими руками, в которых заключалась теперь недюжинная сила, раздвинул сопки и сгладил овраги на пути Наюн к дому, проложив узкую тропу для любимой, по которой придет она к океану, минуя все преграды. По утру Наюн просилась с мужем и отправилась в путь. Узон смотрел ей вслед, пока не скрылась она из виду. Весь день шла Наюн домой. По обе стороны от нее молчали глухие стены непроходимого леса и отвесных скал. Зашуршит в олежнике огромный медведь, промелькнет за черными деревьями волчья стая. Послышится вдалеке урчание вулкана, то злые духи варят смертоносную лаву в каменных котлах. Вдруг в лицо Наюн подует резкий ветер, а рядом заскрипят высокие ели. Но ничего не боится смелая Наюн. Идет она, спокойно глядя вперед. Не смотрит по сторонам и не оглядывается назад, как велел ей узон. Вечером, припудрив щеки звездной пылью, на небо показалась нарядная луна. Выкатились звезды и, заприметив Наюн, испуганно задрожали. Ах, наша маленькая Наюн совсем одна в черном лесу? Восликнула старая звезда, что висела ниже остальных. Какая она смелая! Восторжно подхватила вторая. Вот покажется Нинвит из огнедышащей горы. Тогда и увидим, какая она смелая. Хмыкнула третья и посмотрела на себя в маленькое ледяное зеркальце. Старая звезда рассердилась на нее за такие слова, но виду не подала. Нужно как-то помочь бедной девочке, решила она и, подумав немного, позвала на помощь самые яркие звезды. А Наюн тем временем продолжала свой путь. Смело шла она вперед, надеясь услышать в темноте ночи шум океанских волн или голоса соплеменников. Но все вокруг оставалось безмолвным. Вдруг с неба к ней спустились тысячи звезд и повисли над дорогой Наюн сеткой мерцающих огоньков, будто капли росы на паутине. Мрачный лес посветлел и стал ярче неба. Ночь заиграла огнями. Спасибо вам, мудрые звезды, я никогда не забуду вашей доброты, прошептала счастливая Наюн. Торопись, Наюн, там-там уже ждет тебя, иди и ничего не бойся, мы всегда будем рядом с тобой, ответила старая звезда и засветила так ярко, как только могла. Только звезда с ледяным зеркальцем недовольно наблюдала за суетой остальных. Лучше вам отправить девчонку обратно, ни к чему хорошему этот глупый поступок не приведет. Но ее никто не услышал. Долго шла Наюн по дороге. Наконец, она услышала гул океана. Пройдя еще немного, она заметила вдалеке мерцающие в лунном свете гребешки волн и человеческую фигуру. Дедушка крикнула Наюн и побежала вперед. В конце дороги ее ждал счастливый и чуть-чуть постаревший там-там. Весь следующий день в стойбище рыбаков праздновали возвращение внучки шамана. Наюн угощала соседей чаем и рассказывала о своей жизни на далекой сопке. Не забыла она и про своего друга Омки. Завидев девушку на берегу, кит выпустил в небо целый каскад фонтанов. К вечеру к ней снова взял в руки бубен и собрались вокруг костра девушки, чтобы исполнить танец весны. Только хмурый инхив целый день волком кружил у иранги Наюн. Как она добралась до дома? И где наглец узон? Нужно помешать ей вернуться. Недобрые мысли инхива, вязкие и липкие, как сосновая смола, не давали ему покоя. Уже прибрежные горы, готовясь ко сну, подтолкнули под бока покрывало из густого весеннего тумана. А в рыбатских ирангах погасили светильники. Только мрачный инхив все ходил по берегу, пытаясь придумать, как помешать Наюн вернуться к узону. Вдруг, в тишине ночи, он увидел мерцающую полоску света. Подойдя ближе, он разглядел узкую тропу и паутину звезд над ней. Да это же дорога Наюн! По ней она добралась до дома. Значит, на другом конце ее поджидает узон. Довольный своим открытием, инхив поспешил в стойбище будить рыбаков. «Эй, рыбаки, просыпайтесь! Я нашел путь к дому узона! Пойдемте, посмотрим, где живут духи!» кричал инхив, откидывая по логе иранг. По одному люди просыпались, выходили на улицу и застывали в изумлении. Перед ними открывалось красивое, как северное сияние, дорожка света, ведущая в те края, где еще не бывало людей. Загорелись глаза у рыбаков, любопытство поселилось в их головах. «Быть может, эта волшебная дорога приведет их в край, где изобилие рыбы, а лесные поляны усыпаны ягодами. Или, может, они увидят там новые, лучшие земли, где не надо будет каждый день забрасывать сети в океан и работать до поздних сумерек, не разгибая спины. Мечтая увидеть то, чего они еще не видели, люди зажгли факелы и отправились по узкой дорожке в путь». Напуганная шумом, Наюн выбежала из Яранги. Увидев, что открыта ее тропа, девушка пришла в отчаяние и бросилась к людям. Там-там поспешила за ней. «Соплеменники, прошу вас, остановитесь! Там земля духов, туда не должен вступать человек. Если пройдете вы туда, быть большой беде. Пожалуйста, уймите свое любопытство и идите спать». «Посмотрите на нее!» – крикнул кто-то из рыбаков. «Ей туда можно, а нам нельзя? Чем ты лучше нас?» Толпа загудела и двинулась дальше. Наюн попыталась загородить проход людям, но Энхип схватил ее за руку и столкнул с дороги. «Сиди здесь, Наюн, я доберусь до узона, а когда разделаюсь с ним, ты достанешься мне!» – прошипел он ей на ухо и решительно направился вперед, увойдя за собой остальных рыбаков. Рядом с ним бежала, сверкая желтым глазом, его верная коле. Беспомощная Наюн горько заплакала. Что могли поделать юная девушка и старый шаман с любопытной толпой во главе с жестоким Энхивом? Шаманы могут отогнать болезнь и дать мудрый совет. Они даже могут слышать добрых духов и разговаривать с предками, что смотрят на людей из мира умерших. Но неизвестно шаманам такое заклинание, которое усмирило бы человеческое любопытство. Оно, как разъяренный медведь, несется к своей цели, не ведая ни страха, ни преград. И никакая сила не способна его остановить. Люди шли по тропе Наюн, распугивая факелами мерцающие звезды и оставляя после себя только кромешную темноту и стоптанную землю. Трещали сухие ветки под их ногами, скрипели тревожно деревья. Испуганно ухо лесовы, возвещая лес о непрошенных гостях. От шума голосов злой дух Нинвид, спящий в своем вулкане, проснулся. «Куда это они направляются?» удивился Нинвид, увидев толпу людей. Он решил проследить за ними и, собрав всех духов царства дымящихся гор, бесшумно полетел след. Узон в ту ночь почти не сомкнул глаз. Весь день он тосковал по Наюн. Старался отвлечься от беспокойных мыслей работой, подбрасывая поленья в костер. Все поглядывал на дорогу, не возвращается ли его молодая жена. Когда солнце скатилось с небосвода за шиворот сопки, утомленный богатырь отправился спать. Но сны не шли к нему. Он ворочался, переживал и лишь иногда проваливался в тревожную полудрему. Вдруг посреди ночи ему послышали шум шагов и людские голоса. Узон выскочил из своего жилища и пришел в ужас, увидев мелькающие в темноте огни факелов и людей, направляющихся к нему. Нарушен запрет. В то же мгновение над Узоном пронеслись чьи-то тени и в небе поднялся черный вихрь. Злые духи нашли убежище Узона. Все быстрее и быстрее кружились они над землей, накрывая ее покрывалом пепла и грозовых туч. Вдруг совсем рядом с вершиной сопки пролетел Нинвид и с силой ударил посохом по земле. Вздрогнув, гора треснула и начала медленно раскалываться на части. Тогда, собрав все свои силы, могучий Узон крепко обхватил сопку и не дал ей рухнуть. Злые духи, кружащиеся в черном вихре, провалились в трещину сопки. Но Нинвид, прежде чем оказаться заточенным в расколотой горе, еще раз ударил посохом о землю. От второго удара Узон окаменел. Все стихло. Рассеялись черные тучи. Побежав по острым позвонкам гор, на небо взлетело солнце. Испуганные люди в панике помчались домой рассказать остальным, что же приключилось на сопке Узона в ту печальную ночь. Тетка и толпын замолчала. Лес за пологом покрылся сизой дымкой ранних сумерек, а сыл в чашках недопитый брусничный чай. А что же теперь с Узоном? Тихим голосом спросил один из нас. Его кто-нибудь расколдовал? И толпын бросила в огонь последняя поленца и охлепшим голосом закончила свою историю. Узон застыл навечно. Никакая сила не снимет проклятие Нинвидо. Обхватив руками сопку, добрый дух не дает ей расколоться на части и выпустить на свободу своих духов. Из окаменевших глаз Узона и по сей день льются слезы. Полноводной шумной рекой они текут по тропе Наюн к стойбищу рыбаков. Люди прозвали ту реку шумной и на берегу, где когда-то встретил богатырь свою Наюн, река впадает в океан. Злые духи по-прежнему томятся в заточении. Днем и ночью они варят в подземных котла кипящую лаву. Но и сегодня Узон не дает им выбраться наружу. Только горячий пар от того страшного варева стоит над землей. Каждую зиму добрые духи, обернувшись белыми лебедями, прилетают на озеро невыполканных слез проведать своего старого друга. А по ночам на небе мелькает тень Наюн. И тысячи мерцающих звезд указывают ей дорогу к любимому. Вздор какой, сердито сказал один из нас. Даже у духа не хватит сил держать гору столько лет. А Наюн наверняка и думать уже про Узона забыла. И толпын медленно поднялась со своего места и направилась к выходу. У самого полога она остановилась. Посмотрела на первые звезды, что дрожали теперь высоко над ней, и сказала. Если не веришь мне, старой тетке и толпын, отправляйся на сопку Узона. Там и сегодня теплится жизнь. Ветер, запутавшийся в ветках кедрового сланника, напевает ту самую мелодию, что когда-то играл Узон на варанге. Каменные березы на полянах танцуют те же танцы, что и много лет назад. А под их кронами медведицы балуют медвежат с пелыми ягодами. Если ты не веришь старой тетке и толпын, не забудь заглянуть в заросли золотого папоротника. Ты сможешь услышать, как бьется сердце Узона. Оно будет биться всегда, пока в вере людей есть доброта и любовь. Пока льют дожди, падает снег, а реки стремятся к бесконечность океана. И пока в ожидании своей счастливой сказки поют на морских берегах девушки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok